приветствую еду в убере домой конечно не я сейчас кстати достаточно плохо выгляжу даже тракус очень плохой чем те кто не понял шутку про фуршет смотрите в инстаграме пост так дорогие дамы и господа вот фуршет вот блять фуршет на который вы короче меня заманивали все это время есть я стримил минут 20 долбоеба мне все это время писали про фуршет фиолетовой комнате я зашел туда я взял дольку перца значит дольку блять огурца и соломку спасибо спасибо также я взял бутылку пива корс light спрятал ее в рюкзаке надеюсь что смогу при тырить еще блять несколько бутылок пива и таким образом твич кон окупится так держать это говно я скорее всего блять оставлю тут прямо на столике или что-нибудь в этом духе или попробую съесть ну а на перец съем вам давайте пока зато у мира на стриме ракурс был отличный нормальный по крайней мере там камера в плане ниже моего лица сколько в общем то там пробыл часа три проходил где-то так кого видел но как я у мира на стриме был на мой взгляд все окупилось как-то про никто в итоге проник оказалась отдельная очередь и партнеров про квайк у профлав не хватило бы точно оказалось что казалось что правило довольно жесткие короче нельзя просто брать доебываться до людей со всякой хуйней что было в комнате с хипстерами этого не пошел чем не там дело там жрат вы не было не сидели они из фиолетовой комнаты и васик сделал тебя я сегодня не пил такие дела и васик в этом рюкзаке с мир и был великолепным как сказать великолепным лучше чем интервью с думки нам конечно не лопал там реально фуршете только это говно было да потому что предполагалось что все будут друг с другом пиздеть социализироваться поэтому положили на нарезали блять огурцов перца навалили кучу соуса блять раньше или ищет вообще на блять сиди жри овощи с майонезом и соломку блять маковые как хуйня в чате у мира сармат был сармат не стримит от вечера поэтому я его и нет нет не набухался я устал блять чувак как бы я бродил по этой хуйне три часа короче по ходу по ходу энергетики перестали действовать как это надо мы рядом скоро приедем чего я испугался фури на что фури ебут дохлых животных короче таки дела так здрасте дамы и господа доброй ночи мы ведем прямую трансляцию из что это за город самара самара на самара здрасте дамы и господа доброй ночи твичкон проходит самаре так ну что расскажите что что за мероприятие сегодня было и как вам вообще она в целом ну твичкон твичкон был вот нормально было это все что вы видите сказать по поводу твичкон но я поэтому тебе написал типа а почему вы уже дома там сейчас вот смотрите сейчас сам самое интересное происходит там у них танцы барбекю там пати как пати да все хлеба кстати там можно стримить на самом деле вот девушка например которая с вами была собственно и вы но я сейчас зашел на отвече 10 на стриме деликатно вы закрывали рот рукой чтобы она не задохнулась о суши это даже это заметила ну ты знаток я знаток общения как вы понимаете я знаю все вот эти жесты я я я так весь день и я весь день так закрывал рот рукой я забыл свои эти мятные хуйника сложно да вот когда не общаешься 10 лет с ним с людьми а потом типа хоп неожиданно так ездится так где-то охуел пишет на кита кац на кита кац ты должен радоваться что у нас сейчас уникальное интервью с участником твичкона лоликона на лоликона да ну что слушайте фурии как там рюкзаки что что было вообще что да ну судя по вашему рюкзаки ты молодец ты все видел это все да мне особенно дат фуршет понравился слышите фуфу фуршет просто я я бы это назвал про фуршет знаете это это фуршет примерно как вот в бухенвальде как бы в сорок втором году вот ну да да вот люди думают калифорния там они богато наверное живут а на самом деле запад загнивает загнивает ну то есть смотрите вам подарили бутылку энергетика бутылку пива рюкзак вы отстояли очередь 8 часов заплатили за это 100 долларов и все и вернулись домой ну да не ну я еще на стрим как бы попал популярный довольно стример что где меня попиарили именно вот блять в открытую просто типа покажи как бы там канал блять это тоже неплохо я не считаю что это все окупило как бы 100 долларов но тем более что я в общем-то ехал туда на убери и обратно тоже это это тоже дорого очень блять вот вот так чешу подвез да чешу ты угадал она ходила по улице хот-доги жарились хз правда бесплатно или нет да вряд ли бесплатно нет нет хот-доги хот-доги не бесплатно же капиталистический запад мимо хот-догов я тоже ходил был очень доволен тем как они выглядели блять подождите а я думал твичкон это как комикон где много всего интересного и всякие стенды с играми и прочее там там были стенды с играми но это больше про е3 скорее а твичкон это именно смотри это смесь деловой конференции блять вот как-то на который я был недавно с какой-то хуйней для школьников то есть там реально блять то есть судя по вашему инстаграму как бы в америке очень хуёвые конференции то есть в россии на самом деле все намного круче с размахом там с черной икрой я не знаю там но на самом деле конференции для менеджеров высшего образования там кормили значительно лучше а твичкон в которой гораздо больше денег блять как бы усрано там блять морковные дольки короче со соусом жири блять все такое ощущение что в америке тоже кто-то отмывает деньги через это все не знаю но ему им пришлось очень много денег усрать в защиту этой всей хуйни нового блять security вот что никто никого не убил ну да ну чувак и я у я говорил уже эту хуйню я скажу еще раз туда нельзя с рюкзаком при этом когда ты партнер тебе дарят рюкзак с этим рюкзаком ты можешь выйти но войти обратно ты не сможешь ну потому что можешь взрывчатки на него блять запихнуть и все взорвать это не отменяет того факта что это самая ретардическая хуйня которая любаясь видел это я бы сказал ретардический сон так марго ты надел свой модный пиджак на твичкон нет насколько я помню он был без модного пиджака осталось определить какого хуя твич сегодня снял с меня блять 4 доллара 99 центов это блять за что что брали за то что вот тебе подарили рюкзак то есть твичкон с ваших слов и исходя из вашего инстаграма и того что мы видели на записи это какая-то унылая хуйня то есть это очень даже уже игра мира вот меня школьники ждали звали на игра мир говорили типа сарма там будет куча всяких азиаток когда когда вы ищих что-то полностью согласен если тебе если вас кто-то уговаривает блять получать визу визу для того чтобы для для того что поехать бибу да в сан-хосе на твичкон просто сыте дать а что за визу иметь ввиду регистрация на мероприятие просто или что нет вину приехать в сша чувак из откуда-то из понятно ну для человека не может быть повод просто знаешь приехать в сша и получить визу то есть повод поговорить о бомжах блять зачем обезжаете на территорию сша ну как я на твичкон еду то есть они если просто скажет на твичкон тебе не дадут туристическую визу надо маршрут придумать такие дела в россии в россию такие негры из африки которые типа ехали на чемпионат мира по футболу на самом деле они в общем-то ехали чтобы здесь остаться и теперь они живут в палатках возле своего посольства ну ну то есть принципе у нас как в париже все скоро будет прогрессивный город так так ну в общем твичкон хуйня и не нужно туда ездить по всей видимости по 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 полости вот поддерживаю эту мысль или может быть вам было неинтересно именно потому что вот вы не умеете коммуницировать и бля не ну отчасти это так но с другой стороны какая коммуникация то там было бы например умеешь ты коммуницировать и чё бы ты там но на пицца и я не знаю там за путина а не не это не получится там там и там пиздец как она кстати вот эта девушка она сначала общалась с вами а потом с китайцем в кепке make america great again то есть я думал что это сосед маргинала из да да так и есть так и есть а и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok